Здравствуйте! Смотрите, что у нас сегодня красивое будет. Баттл очередной, заключительный. Сегодня у нас четвертый конкурс под названием «Битва дизайнов 4». Причем, смотрю, участников больше всего, конечно, в первом конкурсе, в первом батле. С каждым батлом участников все меньше и меньше. Сегодня, наверное, самый сложный баттл, я так думаю. Хотя здесь сделано полностью все вручную, вам не нужно здесь дополнительных каких-то элементов, даже материалов. Это можно сделать абсолютно очень ограниченным количеством гель-лаков и красок гелевых. Вот, напомню, это четыре отдельных конкурса. В каждом конкурсе у нас с вами будет по одному победителю. В каждом посте, в каждой битве я пишу о том, какие будут призы. Призы будут очень классные у каждой битвы. Объявлю я победителей 25-го числа на выставке «Эми онлайн». Напомню, что у нас 25-го, 26-го, два дня подряд будет идти выставка «Эми онлайн». И если вы еще не зарегистрировались, обязательно регистрируйтесь у меня в шапке профиля. Будет очень много классных экспертов. Будет Вера Мирошниченко, буду я. Прилетит Анна Калот, будет Наташа Грищенко, будет Юлия Донченко. В общем, все эксперты «Эми онлайн» будут. И мы все будем здесь, все вместе, вживую с вами общаться через экран мобильных телефонов. Кто был на прошлых выставках «Эми онлайн», они были очень информативные, было много всего интересного. Мы даем очень много, намного, кстати, больше, чем мы даем на обычных живых выставках, потому что комфортно, никто не мешает, и мы работаем в таком темпе, спокойном, расслабленном. Вот, и, конечно же, будут специальные скидки, специальные условия для покупки на emyshop.ru. Вот, поэтому обязательно регистрируйтесь, еще раз напомню, в шапке профиля. Итак, битва дизайнов номер 4. Как я и говорила, у нас сегодня будет флористика. Начинаем. Итак, смотрите, долго выбирала принт, какой повторить. Искала изначально именно черный принт. Хотелось мне... Кстати, смотрите, какая у нас рамочка есть, кто вот не в курсе. Там видится у нас эта штучка. Смотрите, она на магнитах. Опа! И вот такая рамочка. Смотрите, вот такие предложения вы можете делать там каждую неделю. Сделали какой-то дизайн, который вам особенно хочется отработать на клиентов, пофотографировать. Вот, можно прям с картиночкой. Трынь-трынь, и будет все очень красиво. Вот. В Пинтересте нашла, видите, Камила Фрэнсис какая-то. Классный принт у нее. Мне очень понравилось. Вот. Черный фон. Не стала брать слишком сложные цветы. Ну, во-первых, чтобы я в эфире комфортно работала. Ну, и чтобы вы там сильно не упахались с этими принтами цветочными. Мы здесь не используем с вами ничего, ни трафаретов. Делаем все полностью вручную. Все делаем полностью вручную. Ну что, поехали. Чтобы нам с вами было легче, чтобы нам с вами было легче, я очень люблю использовать что? Во-первых, распечатать хорошо картинку. Вот. Я ее обязательно в листалку приложу. Я, кстати, в прошлый раз забыла приложить фотографии дольщика Бана, но я думаю, что вы нашли их. Так как я форму типсов сегодня использовала вот такую балерину, то я буду... Вернее, я вырезала такое же окошечко, очень похожее. Вырезала похожее окошечко. И видите, очень удобно тогда композицию искать. Поэтому картинку всегда нужно распечатывать не очень большого размера, чтобы элементы потом получились нормальные. Видите, и тогда легко, очень удобно, комфортно с рису вырвать. Вот. Я вот так фиксирую себе. Вот. Ну, сегодня в эфире понятно, что я все пять типсов это физически нереально повторить. Будет все равно фотография вот такая общая типсов. И вы сможете... Остальные элементы, видите, я специально их сделала, очень примитивные, простые, несложные. Вы вот эти три ноготочка повторите. Кстати, тема есть в курсе онлайн ботаника. У нас есть очень классный курс. Вот. Кто не покупал его никогда, прям всем рекомендую. Сегодня повешу в сторис со скидкой этот курс 50%. Вот. Поэтому кому хочется этой осенью что-нибудь такое флористичное, но не летнее. Вот. Всем рекомендую ботанику, потому что она тоже вся сделана, видите, на черном фоне. Это у нас один, кстати, из самых популярных курсов. У нас его постоянно покупают. Потому что, во-первых, он несложный. Здесь нет сложных вариантов дизайна. И здесь черный фон. Вот. А он, как правило, очень легко вписывается в любой осенне-зимний гардероб. Так. Ну, поехали. Поехали. Мы начнем с самого сложного. Где вот такой вот цветочек у нас с вами. На палитру я выкладываю, мне понадобится белый гель-лак. Вот. Мы сейчас начнем с белого гель-лака. Кисточку я возьму самую тоненькую, 5 дробь 0. И сначала нужно сделать набросок. Прямо сразу все не надо прорисовать. Просто сначала сделайте набросок. Так. Ну, здесь где-то, получается, вот в этом месте где-то у меня будет этот листик идти. Видите, я прям вот намечаю, прохожу. Все, здесь пошел у меня. Лепесточек. Один, второй. Большая просьба, девчонки. Я вас в последнее время стала теперь думать, что я не прошу. Ну, просить. Да? Обязательно пишите комментарии. Вам не сложно, а мне приятно и статистику поднимает. Я провожу для вас очень много полезных бесплатных эфиров с большим количеством бесплатной информации. Вот. И мне хотелось бы от вас, конечно, небольшую благодарность получить в качестве комментариев под постом прямых эфиров. Потому что сейчас в Инстаграм, конечно, классно рулят рилсы. Рилсы, вот, рилсы у нас на моем вот аккаунте, ну, не знаю, классные просмотры, огромное количество. Вот. Но такое чувство, что Инстаграм нашим подписчикам, кроме рилсов, больше ничего не показывает. Вот. А если вы будете мне комментарии писать после прямого эфира, Инстаграм будет поднимать мой прямой эфир чуть выше, продвигать его. Ну, сейчас, конечно, это все спорный вопрос, но все равно. Вам не сложно, а мне приятно. Смотрите, я сейчас примерно наметила основные элементы. Большой цветок и большой лист. Все. Теперь можно взять кисточку чуть поудобнее. Ну, я возьму белую линярку и пошла заполнять уже, форму придавать. Все, Галь, я не могу комментарии, если есть какие-то вопросы, читай. В темном фоне, кстати, очень классно делать акварель. Смотрится очень здорово. И сейчас, кстати, вот последние несколько сезонов темные, темные, темно-синие, темно-коричневые и особенно черные ткани с цветочными принтами, они все еще очень популярны. Вот обращали внимание, кто любит флористику? Хотят, чтобы ты обзоры по новинкам вела. Обзоры по новинкам вела, я веду. Смотрите, девочки, кто пропускает прямые эфиры? А я вижу, что сейчас в Инстаграм прямые эфиры вообще нифига не показывают, что они были. Зайдите в ИГТВ у меня, и вы увидите там очень много у меня обзоров. В основном, конечно, я делаю обзоры по новинкам. Это гель-лаки, краски гелевые. Вот все, что новинки у нас выходили, у меня по всем новинкам там есть обзоры. Вот сейчас у меня выставка пройдет, батл закончится, и я начну делать дальше прямые эфиры с новинками, которые вот недавно вышли, выйдут вернее. А это новогодняя коллекция гель-лаков, скоро стартует, да? Мы сейчас пока во все регионы отгружаем, и скоро она у нас будет уже официально в продаже. Базы Эйс Бэс я не рекламировала, я сознательно их не рекламировала, не работала. Один раз ими поработали девочки на Amy Official World, потому что у нас мы их еще не успели вообще порекламировать. Они у нас закончились сразу же. И как сейчас только придет вторая партия, мы ждем ее к концу ноября, я сразу же тогда начну уже и дизайны показывать с Эйс Бэйс. Потому что, видите, я же больше про дизайны сама. Поэтому, если я даже с базами буду работать, я буду через тему дизайна работать с базами цветными, новой формулой. Еще у нас запрос на вопрос-ответ по материалам и техникам. Ты если читаешь, то ты громко читай это. Да, да, эфиры, обзоры вообще просто по материалам, по номенклатурной линейке. Мы в прошлый раз, кстати, этот запрос записали, очень хороший, кстати, запрос, да. Стемпинг, когда будет в продажу. Стемпинг, вот так, ну что, у нас там все прикольно. Вот уже пластины вроде как утвердили, протестировали. Краски для стемпинга тоже классные будут тоже. В принципе, уже все в финале, но я не даю точных дат никогда, ну, чтобы не сглазить. Просто топ с шиммером. Сушим. Топ с шиммером. Ой, это такая у нас долгая история. Мы уже года полтора пытаемся найти, чтобы и топ был, и шиммер красивый. Там либо шиммер красивый, либо топ красивый. Так, сейчас мы сделаем такой светло-бирюзовый. Я, смотрите, вот у меня под рукой только витражные гель-лаки. Вот они у меня всегда стоят на столе, на всякий случай. Мне не надо тогда для дизайна тащить всю линейку свою номенклатурную. Вот у меня шесть гель-лаков стоят, витражных. И я вот с ними работаю, колерочки намешиваю. Это очень удобно. Вот мне нужно, например, сейчас сделать такой вот для акварели светло-бирюзовый. Ну что, плистики. Я обычно цветы всегда белым делаю, а листву изначально делаю светло-зеленым. Ну, мне так просто комфортно рисовать. Вот кто-то пишет, эйс-бейс с фольгой просто огонь в глубине. Базы. Ой, пришлите мне фото. Если будет прикольно, надо будет, вот обязательно, как эйс-бейс снова появится в продаже, я сделаю такой эфир. Да, я так и планировала. Я хотела и мрамор показать, эйс-бейс, и аквариум. Вот, ну, видите, я не стала, ее даже мне прям попросили, говорит, Катя, ради бога, только не показываю себя в аккаунте, потому что она уже закончилась. Мы только начали дистрибьютором отгружать, мы поняли, что она очень быстро закончится. И мы ее поэтому толком даже и ни постов не размещали, ничего так особое не рекламировали. Я даже слова не сказала. Молочный топ не планируете выпустить? Молочный топ? Блин, девчонки, я не вижу смысла молочный топ отпускать. Так, наметили. И остальные листики, чтобы мне было, опять же, легче, я намечу такого цвета, другого светло-зеленого. Я прям сейчас даже, наверное, вам материалы покажу. Вот, смотрите, что у меня всегда по-другому. У меня всегда белый-черный гель-лак. Смотрю вот так, белый-черный. Я, кстати, даже как-то в сторис выкладывала свой минимум. Белый-черный гель-лак. Витражи. Все, и к ним витражи. Вот они у меня, шесть цветов. Вот они у меня всегда стоят на столе. Если я куда-то лечу с мастер-классами, тоже я всегда беру вот этот минимум. Вот, смотрите. Вот этого более чем достаточно, чтобы сделать любой дизайн. Акварельный, неакварельный. Вот, смотрите, этого более чем достаточно. Белый-черный. Они же вам будут создавать прозрачность нужную. С ними же можно намешать пастели и любую палитру оттенков. Еще раз напомню, я уже говорила. Мы витражи, где-то в ноябре, может в конце ноября, они у нас выйдут в баночках. Вот, поэтому кто любит наши витражи, мы решили их разлить также и по банкам. Потому что многие в основном-то витражи используют не для покрытия, мы его используем только для дизайна. Вот. И для дизайна, конечно, удобно в банках, поэтому ждите витражи в баночках, девочки. Для кого это хорошая новость? Поставьте плюсики. Кто ждет витражи в баночках? Так, отвлеклась немножко. Так, девчонки, у нас сегодня битва. Это конкурс. Я сейчас просто, если буду сильно отвлекаться на вопросы, я тогда не успею ничего показать. Сейчас поэтому с ответами на вопросы я прервусь немножко. Опять же, здесь, в этой акварели не нужно будет прям стопроцентное попадание по композиции, по форме цветка, как получится. Самое главное, чтобы было аккуратно, красиво. Все, и теперь можно приступать. К прорисовке внутри цветка. Видите, нужно вот эти все лепесточки, их нужно наметить. Я предлагаю вам наметить это черным гель-лаком. Сколько витражей будет? Я думаю, что витражи будут по 5 миллилитров, девочки. Не стали делать по 2, по-моему. У Гали, кстати, уточнишь, будет по 2 миллилитра витражи. Или по 5 миллилитров. Ну, по-моему, по 5 мы решали делать. Да, по 5 будет, я так думаю. Так. Черный гель-лак выкладываю чуть-чуть на палитру. И делаю внутри прорисовочку. Почему я сейчас работаю только гель-лаками? Потому что нужны максимально тонкие полупрозрачные линии. И м-паста, и краска гелевая для этого не совсем подходит. По 5. По 5 миллилитров. Да, вот сейчас мне секретарь узнал. Витражи будут по 5 миллилитров. Я, в принципе, это и говорила. Галя, а узнай, когда примерно. Мне говорили на роябрь. Ну, смотрите. Вот сейчас сказать, что я прям сильно срисовываю, я бы так не сказала. Ну, я примерно смотрю. Потому что с этими острыми тут лепестками можно запутаться, где, как я срисовала. Поэтому я их вот так вот примерно намечаю. Первая половина ноября. О, первая половина ноября. Витражи будут по 5 миллилитров. Здесь вот этого не было, а я решила добавить. Видите? Вот тут вот прям просится. Все, наметила. Смотрите, что я обычно делаю. Я вот так подсушиваю. И чтобы вот прям идеально было, беру опять белый гель-лак. Беру опять белый гель-лак. И аккуратно, тоненькой кисточкой, где у меня сейчас неровности были, чуть-чуть правлю. Витражи будут, я не знаю, узнай, они будут набором или поштучно. Наверное, набором. Вот, это не везде, конечно, нужно, но вот кое-где, видите, где прям просится. Может быть, этого и не надо было делать, но я это сделаю. Все, и теперь начинаем делать акварель. Как мы делаем акварель? Для акварели нужен теклос, либо любой топ без липкости. Ну, это идеально брать теклос. Он у нас вообще такой топ, который, знаете, нисколько как топ используют. Его в основном для дизайна. Для втирки его используют, для приклеивания шермиконов его используют. И, конечно же, его используют для акварели. Вот все Эми-инструктора, кто какую акварель ведут, все все разбавляют именно теклосом. Вот. И краски разбавляют теклосом для акварели. И теклосом удобно создавать глянцевую поверхность, по которой будет хорошо скользить. Смотрите, сейчас прежде чем делать теклосом фон, я сейчас пройдусь, хотя бы базово цвета все закрашу широкой кисточкой, именно поверхность. Цветками сейчас пройдем и сделаем. Хотя бы такой первый прозрачный фон. Придадим. Потом уже начнем делать акварель. Я вот акварель не очень люблю делать красками. Мне, например, больше нравится акварель делать гель-лаками. Не знаю почему. Либо потому что я художник и считаю, что акварель, она для бумаги лучше подходит. Вы сами додумались до дырки в листе? Это же гениально. Блин, девочки, не знаю, мне кажется, эта техника, она... Не знаю, это что-то такое, знаете, как из каменного века. Эта технология, она была всегда. Нас даже когда в институте учили создавать композиции, особенно если для декорирования посуды, потому что я же декоративно-прикладное искусство заканчивала. Вот. Ну, я не знаю, вот такие окна их используют. Ну, это не фишка мастеров маникюра. Это пришло к нам из художественного направления. Да, это батл. Слушай, Галя, напиши тему. Че, правда, я не пишу тему никогда эфира. Так, листочек вот этот, чтобы он у вас таким холодненьким был. Я его пройдусь вот так витражом, подзакрашу немножко. Так, а тут листик. Он немножко другой оттенок, зеленого. Поэтому я беру бирюзовый и желтый. Вот где-то тему написала. Видимо, еще и грузится. Девочки, я сейчас работаю только гель-лаками. Смотрите. Сегодня я ничего другого использовать не буду. Только гель-лаки. Все, теперь беру сейчас теклосом, перекрою себе. Где купить такую палитру с типсами внутри? Это что такое? Это, наверное, вот это имеет, вот это наш типс. Они продаются по 50 штук. Мы их как-то одно время снимали с производства. Потом все подняли бунт, сказали верните типсы. Их сложно купить на Алиэкспресс. Именно точно такие же. И я их вернула. Так. Вот это. Все. И сейчас мне по теклосу будет очень удобно делать акварель. Переходы, тени. Какой номер нейл-дресса? Здесь нет никакого нейл-дресса, девочки. Все сделано вручную. Интересно. Сегодня битва посвящена акварели осенней. Я решила не делать всякие листики. Потому что все-таки листики в стиле осени. Они очень странно смотрятся на ногтях. Вот. Потому что, ну, во-первых, вы даже принтов таких в одежде не найдете. Не найдете. А вот последние несколько сезонов принт на черном фоне флористика. Это очень часто встречающийся принт. Будет очень классно смотреться в контексте с гардеробом. Особенно с черным. Если клиент любит. Это витражные гель-лаки или можно любые? Можно любые. Но я всегда работаю витражными. Потому что просто это удобно. Сделайте еще прозрачные типсы. Такие как овал. Я даже не знаю. Мне кажется, у нашего производителя. Типсы. Хорошо. Девочки, у нас скоро гелевые ногти выйдут. Зачем нам типсы для дизайна? Сейчас еще какие-то выпускательства. У нас будут готовые гелевые ногти для моделирования. И их же, и эти же ногти можно будет использовать потом для дизайна. Все, поехали тень делать. Вы видите, я в красный добавила черный и чуть-чуть текласа. На самом деле цветута. он несложный просто кропотливый за внутренней части вот этих мелких листиков лепестков за что люблю в отличие от обычного акварели гель-лак особенно смешанный с текласом когда мы рисуем по текласу переходы из света в тень они мягкие получаются сами по себе вам для этого не нужно ничего делать особо ну сама мягенько растушевывается вот я прошла стиль проложила где мне нужно там взяла кисточку какую-нибудь плоскую ее можно так чуть-чуть в текласе испачкать пролетись вот так чуть-чуть просто похлопать чтобы оно подтекло 2 даже и этого и не обязательно делать сейчас можно еще разочек пройтись прям сочно красным сделать хочется его прям таким красненьким сделать предлагаю еще слой красного пройти сделать еще раз не обязательно витражные гель-лаки использовать можно использовать просто красный гель-лак зеленый гель-лак на худую краску и гелевую конец можно использовать что ее есть стекла сам растворить краску гелевую она тоже будет давать такой же эффект и еще разочек можно пройти стене сделать я все для акварели гель-лаковые все разбавляю текласом неважно какой фирмы у вас гель-лаки краски все разбавляете текласом это очень удобно делать гель-лаковую акварель все сейчас можно пройтись добавить еще черненького чтобы по контрастнее сделать но не такой прозрачный и не разбавлять ничем глубину добавить сейчас в тень надо файбербазы думаете ли вы пустить вы в других оттенков вопрос да я об этом уже говорю полгода вот но там я уже говорила на нескольких прямых эфиров сейчас не могут закупить нужный ингредиент для создания цветных баз в том числе файбер цветных потому что сгорел завод он единственный который полнота весь мир закупают этот элемент но файбербазы будут я уже давно наколировала цвета уже формулы готовы мы просто ждем там одного ингредиента не хватает для колировки и файбербазы обязательно будут обязательно будут то что у нас есть сейчас много поклонников файбербазы именно этой формулы баз гель-лака вот и мы для них сделаем файбербазы обязательно цветные так и то же самое можно с листиками сделать сейчас пройти добавить черный вот в этот бирюзовый витраж и в этот зелененький какая кисточка неубиваемая да нет кисточки все убиваемые на самом деле вот для тени я всегда добавляю черный тень в калининграде нет первой и пятой базы так на первая база у нас и нету это имеете в виду наши классические гель-лаковые базы до они не путают и сама зачем слова цветные упоминаешь эти тоже тень добавляем девчонки эйсбэйс базы которые моментально закончились поймите мы их не рекламировали даже они еще не успели выйти у нас их раскупили сейчас мы ждем еще одну партию как придет я ночную дизайны показываете моделирование так не смотрите что здесь можно было бы но еще можно посидеть поковыряться конечно здесь вот акварелью можно дорабатывать до бесконечности сейчас предлагаю вот этот вариант быстренько нарисовать кстати проще чем вот этот рисуется что здесь очень простой элемент используется я решила сделать дизайны видите стекла сам глянцевые так для этого мы сейчас поменяем раскурс там где он такой по моему все нашли новое окошечко и вот такие бутончики вот и вот такие бутончики но то же самое сначала намечаем просто белым гель-лаком что вы думаете вот такие бутончики вот Hello here сейчас чуть-чуть веточек сначала наметим потом листики наметим там видно что на дальнем плане у нас листик есть я специальные цветы у меня будут белые подмалевки а листики я делаю светло-зеленый чтоб я потом не запуталась кому понравилась вот такая техника аквареля обязательно купите курс я его сегодня повешу со скидкой 50 процентов называется ботаника там все дизайны выполнены на черном фоне и причем не важно какие сейчас тренды там будут сочетание этого фона этих флористических элементов они всегда вне моды будут чтобы такие цветочные принты на черном фоне они всегда будут смотреться в контексте того или иного сезона всегда обязательно что-нибудь вы найдете кисть я всегда протираю влажной салфеткой всегда не в обезжиривателе не в ацетоне потому что у меня синтетика 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 от этих жидкости очень сильно портится у меня знаете была еще мысль купить вообще мицеллярную воду себе на работу поставить и протирать мицеллярной водой тема тоже ну проще вообще просто влажные салфетки влажные салфетки все что я вижу у меня попалась на эту картинку я все это повторяю рисую давайте рассмотрим еще раз что у нас тут попало те все эти элементы повторяем да вот он курс ботаника специально tips из курса принесла что видите элементы такие вот уже который год сезон они и в лете встречаются они и зимой встречаются прикольные все штуки вот кто-то пишет что мицеллярной водой тоже моют я мою эми влажные салфетки у меня всегда под рукой влажная салфеточка и я цвета всегда вообще подойдут любые салфетки они все одинаковые поверьте мне не все одинаково я вот так вот протираю поэтому я кисти никогда не мою в жидкостях да потом можно взять супер бонд базу и промыть в супер бонд базе супер бонд база выпускаться в большом объеме будет мне кажется нет не будет ой может я ошибаюсь зачем я вам так говорю не знаю все теперь берем белым гель-лаком бутончики из кстати вот этот тип скажется сложным на самом деле здесь больше подготовительная работа идет а в конце сама аква и сама акварель делается очень быстро эти заранее делаю вот эти расстояния чтобы потом меньше было прорисовывать если у вас даже будет сливаться но ничего страшного и прикольные смешные бутончики я забыла как этот цветок называется нет кто-то рисует вместе со мной сколько стоит и такой дизайн ой девочки я не знаю ну точно не дешево это должно стоить это если например у вас коррекция 1000 то дизайн сюда плюсом должен быть тысячу если у вас например коррекция стоит полторы тысячи то такой дизайн на всех десяти пальцах тоже будет стоить полторы ну потому что вы дизайн будете делать столько же по времени сколько коррекцию ну коррекция девочки со скраба не знают у нас грусть печально все мы больше не работаем с поставщиком в итоге с которым работали до этого мы сейчас сделаем новый продукт а для этого нужно время эти как пандемия на некоторые заводы производители повлияло вот так да кто-то не выдержал и закрылся у нас это не коснулось спасибо тебе господи ну чё кто не сдуется кто сделает эту битву кто будет участвовать спешите плюсики так а здесь нам нужно наметить другой цветочек красненький будет и Продолжение следует... Мне кажется, несложно. Я выбирала несложные цветы. Я не брала никаких роз, пионов. Я вам вот эту картинку приложу в карусель. Вы сможете прям с картинки распечатать и срисовать. Так, и как в прошлый раз. Мы сейчас просто пройдемся сначала первым слоем неразбавленного витража. Если у вас витража нет, то проходите гель-лаками. Ну, тогда в двом случае разбавляете. Здесь я взяла витраж 256-й. Возьмите, если что, какой-то розовый гель-лак, неоновый любой. И просто разбавьте его теклосом. Будет что-то похожее. Видите, у нас цветочки красненькие. Так, листики. Все, сушим и перекрываем теклосом. Нет, типсы, наверное, вот эти. Ну, как, вот этот вариант дизайна, наверное, проще все-таки сделать на типсах этот батл. Потому что если вы будете искать клиента, кому вы сделаете такое, ну, это, я так думаю, вы сдуетесь. Это надо сидеть, красиво все вырисовывать для фотографии. Поэтому вот этот батл я вам прям рекомендую, наверное, сделать на типсах. Тогда вы точно не сольетесь и нарисуете. А если вы нарисуете это хоть раз на типсах, 100% потом вы кому-нибудь, но повторите это. Уверена. Может, себе, но точно нарисуете. Как клеить наклейки 3D, чтобы они не топорщились? Чтобы наклейки 3D не топорщились, их нужно разбавлять в горячей воде. Прям в очень горячей. Когда 3D наклейки разбавляют прям в горячей воде, в кипятке, они тогда очень эластичные получаются. Такие мягкие, эластичные. Нет, девочки, точь-в-точь не надо. Не получится у вас точь-в-точь. Примерно повторяете мой рисунок. Да нет, вроде не зависла. Тут даже, знаете, на картинке посмотрели, здесь как таковых прям теней-то особо нет. Надписи можно другие клеить. Да, надписи можно другие клеить. Нет надписи, не клейте. Напишите вручную. Просто здесь так красиво надписи смотрятся. Опять же, видите, я откуда взяла. Видите, как шрифт белый, как хорошо смотрится. Я решила тоже приклеить наклейки. Нет, точь-в-точь не нужно, девочки. Мы примерно повторяем вот эту композицию. Вот, примерно повторяем бутоны. Такие цветы, листики. Вот, у вас все равно получится у всех по-разному. Вот, у вас все равно как и белый. Таким. Таким образом, сравниваем? Так, сейчас в листики добавим тени. Да, этот листик вообще самый темный. Надо просто закрасить, чтобы он ушел на дальний план. Так, сейчас в листики добавим тени. Продолжение следует... Все, и сейчас в конце можно взять опять черный гель-лак просто в чистом виде и пройтись кое-где попрорисовывать. Кое-где попрорисовывать. Добавить такую детализацию. Продолжение следует... И тут прорисовки ее практически нет. Посмотрите, видите, совсем чуть-чуть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сколько стоит обучение? Если вам нужны цены на обучение, живое, онлайн, более подробно просто напишите в директ, там девочка менеджера, она вам ответит. Если вам нужно живое, она вам даст школу из вашего города или из вашей области. Если вам нужна онлайн, она вас свяжет с менеджером, который вам все подробно расскажет по онлайн обучению, по ценам, потому что цены разные. И на живое обучение, и на онлайн, там очень много всего. Можно матовые сделать с акцентом на цветы? Можно, делайте матовые с акцентом на цветы. Все, больше ничего не буду здесь прорисовывать, это я уж прям что-то устала. Короче, и так пойдет. Красиво! Так, сегодня мы с вами в эфире повторили вот именно два варианта из композиции. Сейчас я вам покажу всю композицию. Вот она, она вся композиция. После обеда я сделаю сейчас фотографии, выложу варианты, примеры фотографии. Вот, так, мне нужно сейчас сделать заключительный этот. Так, я хотела на синим свитере сделать. Видите, девочки, я хитрая, мне неохота делать обложку. Я делаю вот так. Так. Я что-то прям устала. Мне что-то вообще жарко. У меня был перед этим прямой эфир в клубе. Мы рисовали москино. Еще один очень. И еще для баттла флористика. Это меня сейчас добило. Девчонки, всем хорошего настроения. Сейчас выкладываю эфир. Обязательно пишите комментарии. Ну, что-нибудь хорошее напишите. Можете плохое написать, без разницы. Короче, принцип бумеранга. Я вам, а теперь вы мне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok